Приветствую вас и если правильно вас понял, то вы, употребляя такие достаточно расплывчатые по своему значению термины, говорите об умеренности в себе, о решительности, о неком стремлении к риску и так далее. И вы знаете, вот если говорить о таких качествах человека, о таких характеристиках человека, то в первую очередь следует решить вопрос, связанный с тем, а почему у вас имеются некоторые проблемы с данными аспектами. То есть что мешает вам чувствовать себя, например, уверенно, решительно? В чем вы не уверены? В чем вы сомневаетесь в себе, например? Ну и так далее. То есть, как вы, наверное, поняли, как я надеюсь, вы поняли, речь идет о выделении проблемных моментов. Далее мы двигаемся по тому пути, чтобы определить, вот вы в чем-то в себе не уверены. Все же, подобное вполне нормально, это бывает, но, простите говоря, нужно определить, а почему вы в себе не уверены. Что мешает вам быть уверенными в себе? Чувствовать себя полноценным, чувствовать себя, например, там, допустим, мужчиной, чувствовать себя сильным и так далее. Что мешает. Вот, если у вас есть какие-то блоки, у вас есть какие-то страйки, то с этими страйками нужно работать. Если имеет место быть, скажем так, комплекс, то его необходимо снимать. Конечно, комплекс снимается не просто, не за один раз. Комплекс снимается за работу, в течение работы и благодаря пониманию того, что он, собственно говоря, из себя представляет. Для начала, давайте определим так, что комплекс это отсутствие понимания того, что с вами в действительности происходит. То есть, вы видите набор определенных элементов, и этот набор определенных элементов в комплексе создает у вас ощущение. Аффективное переживание, которое и не позволяет вам адекватно и правильно воспринимать то, что с вами происходит. И для того, чтобы понимать правильно ситуацию, вам нужно отойти от комплексного восприятия и перейти к, скажем так, к правильному пониманию ситуации, к ее, так сказать, понятийному восприятию. То есть, чтобы вы видели только то, что действительно соответствует реальности. А не только то, что вы, например, сами для себя ощущаете. Для того, чтобы бороться с неуверенностью в себе, мало будет только понимать какие-то вещи. К сожалению, этого будет недостаточно. Нужно еще и выполнять определенные задачи. А определенные задачи для чего? Чтобы, простите, вы своим поведением, своим выполнением этих задач видели свою успешность, видели свое улучшение, свой прогресс, если хотите. И благодаря этому постепенно у вас уходили бы те плохие, негативные, деструктивные моменты, которые на данный момент мешают вам полноценно жить, мешают вам полноценно существовать, мешают вам полноценно выполнять те задачи, которые вы сами себе ставите. И для того, чтобы правильно это делать, необходимо, во-первых, ставить для себя четкие цели, ну, по возможности, четкие цели, конечно же, и эти цели разбивать на промедюдочные цели, которые именуются на задачами. Эти задачи, в свою очередь, нужно выполнять правильно, то есть, скажем так, анализировать средства, требования, условия, задачи, чтобы максимально, полно реализовывать именно ваши способности, ваши наглости, ваш потенциал. И вот только когда вы будете ощущать, что вы можете, что вы способны, что вы в силах справиться с определенными задачами, которые перед вами стоят, вот только тогда можно говорить о том, что у вас, ну, получится добиться тех целей, которые вы сами себе ставите. И тогда можно говорить о том, что отстаются только страхи, и эти страхи, их можно убирать только лишь проработкой причин этих самых страхов. То есть, давайте мы с вами подумаем так. Вот чего вы боитесь? И постараемся понять, в каком, вот в каком моменте вы начинаете испытывать этот самый страх. И вот, в зависимости от того, чего вы боитесь, и с какого момента вы начинаете испытывать страх, и нужно работать. Нужно работать как раз-таки в этих направлениях, чтобы успешно бороться с вашими страхами, если таковыми имеются. И вот, а тогда, при таком подходе, при, естественно, выделении предмета, то есть, при более предметном разговоре, потому что у вас вопрос слишком общий, при более предметном разговоре, можно говорить о том, что все ваши проблемы решатся. Ну, а поскольку ваш вопрос достаточно общий, то и, соответственно, ответ на него, я надеюсь, вы понимаете, будет тоже общим. И пока на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, будь благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok